Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге Бытия. Сегодня мы с вами читаем 23 главу. Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной. И умерла Сарра в Кириаф-Арбе, который на долине, что ныне Хеврон в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей, и говорит сынам Хеттовым, и сказал, «Я у вас пришелец и поселенец, дайте мне собственность места для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Сыны Хеты отвечали Аврааму и сказали ему, «Послушай нас, господин наш, ты, князь Божий, посреди нас, в лучшем из наших погребальных мест похороню умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения на нем умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хеттовым. И говорил Авраам, и сказал, «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цахарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него в конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения». Ефрон же сидел посреди сынов Хеттовых. И отвечал Ефрон, хиттиянин, Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал, «Нет, господин мой, послушай меня. Я даю тебе и поле, и пещеру, которая на нем. Даю тебе пред очами сынов народа моего, дарю тебе, похорони умершую твою». Авраам поклонился пред народом земли той и говорит Ефрону вслух всего народа земли той и сказал, «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро. Возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Мы видим, что скончалась Сара в глубокой старости, и Авраам ее оплакивает, потому что он прожил с ней долгие-долгие десятилетия. Была очень долгая жизнь их вместе. Вот он ее оплакивает, и он собирается ее похоронить. И мы видим, что Авраам еще не получил той земли, которую Бог ему обещал. Бог обещал его потомкам землю, но сейчас Авраам живет на этой земле как бы на чужой. У него нет там места, где он мог бы похоронить свою умершую супругу. Ему там еще ничто не принадлежит. У него есть это Божье обетование. И пока все. Это обетование еще исполнится в будущем. Но пока он находится на этой земле как на чужой, он должен искать место, где похоронить свою супругу. Однако сыны Хетовы ему говорят, что он пользуется у них большим авторитетом, большим уважением, и они ему с радостью предоставят это место, где он мог бы похоронить свою супругу. И вот он ведет переговоры с Ефроном, сыном Цахарова, относительно места, где он хотел бы похоронить свою супругу. И Ефрон предлагает ему взять даром эту погребальную пещеру в знак уважения. Это такой обмен любезностями, так и проявление взаимного уважения. Авраам поклонился пред народом земли, то и говорит Ефрону вслух всего народа земли, то и сказал, если послушаешь, я даю тебе за поле серебро. Возьми у меня, я похороню там умершую мою. Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему, господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя это что? Похороню умершую твою. Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрона серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых, 400 сиклей серебра, которые ходят у купцов. И мы видим здесь, хотя происходит такой обмен дипломатическими любезностями, Авраам решает заплатить, поскольку Авраам показывает, что он человек достаточно, у него достаточно возможностей, чтобы это оплатить. Он не хочет себя ставить в такое зависимое положение, что с одной стороны ему там милость оказали, с другой стороны может возникнуть какое-то недовольство из того, что Авраам воспользовался своим авторитетом, и он предпочитает заплатить эти 400 сиклей серебра. Более того, оплата показывает, что земля, на которой происходит погребение, она законно приобретена, то есть, что ее нельзя отозвать назад, что это не просто подарок, это что-то такое, за что было заплачено. Это как вот иногда, когда в истории разных стран заселяются новые земли, и на этих землях люди поселяются, и фактически правительство раздает эти земли бесплатно. Но чтобы у людей были, так сказать, бумаги в порядке, чтобы никто не мог этого оспорить, назначалась часто какая-то очень низкая символическая цена, буквально в один рубль. Для того, чтобы человек мог сказать, эта земля мне принадлежит, я ее купил. Но 400 сиклей серебра — это довольно значительная сумма, и эта сумма, в принципе, обычная для участка земли. Потом, когда археологи стали выяснять на основании сохранившихся записей, сколько могла стоить земля в той местности в то время, 400 сиклей серебра — это обычная достаточно цена. «И става поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которое на нем, и все деревья, которые на поле во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым, пред очами сынов Хета, всех входящих и выходящих во врата города его». После сего Авраам похоронил Сарру, жену свою, в пещере Поля в Махпеле против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Так досталась Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем в собственность для погребения. Мы с вами прочитали 23 главу книги «Бытия». Мы читаем священное писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Продолжение следует...